привет зритель сейчас тебя ждет обзор съедобного несъедобного я решила не ждать когда у меня находится целое пакетище и обозреть тебе сейчас почему я решила обозреть у меня именно сейчас потому что я тут на днях делал очень вкусные шпроты на мое счастье кошка не прониклась ими вообще и мне досталась целая баночка шпроты от фирмы рыбная деревня шпроты с балтийской китлики по составу кстати какой город такой город светлый калининградская область по составу тут килька балтийская масло подсолнечное масло горчичное и соль очень вкусные шпроты магнит обрала может еще какие-то и я значит тут на днях думать уже у меня шпротами пахнет и вроде их выкинула я забыла что их положила в пакет положила пакет для ну в общем для пакета съесть или выкинуть тут все вообще будет съесть кроме одной момента я когда разбирала сейчас эти пакеты поняла что в хурме где там она на нее найдет очередь была маленький был маленький аллерген помимо самой формы а я увидела его уже вот на пустых баночках еды мне закончился чай ходить чай из куки ходить а из куки куки и зудзи я на нем вот это тут именно ходе был очень сильно пережаренный у меня было два пакетика один еще летом уже закончился доход тот который до этого был был нормальный а этот очень пережаренный хотя вот ну как бы за на парке у меня закончился еще пакетик почти закончился вот такой чай я наверное уже где-то ему показывала я покупала уже 3 4 такой пакетик на озон из магазина по моему стоим шо поможет другой какой-то магазин это кунитара зеленый чай растворимый но порошковый короче экстракт натурального порошкового чайного листа где-то около 4 450 500 до 50 грамм до цена кусается он конечно не изумрудный он по цвету именно такой как вот на упаковочке и его можно пить без никто ну смысле в чистом виде как изумрудный но после пяти лучше не пить иначе бодрит хрен уснешь и вот он вкусно так и вкусно с молоком на с молоком он намного вкуснее чем-то параша которая такая бледно зеленая белилами размазанная хороший чай короче мне очень нравится вот та самая хурма сушеная покупала вроде 150 рублей за 100 грамм магните в начале этого года или в конце того года уж не помню хурма тут у нас диоксид серый даже написано аллерген диоксид серый ну хоть честно написали правда я увидела только вот буквально сегодня хорошая хурма была просто я ее когда ела чуть больше чем два-три кусочка мне казалось что у меня что-то чешется думаю не может же быть с хурмы надо было внимательно пакетик смотреть та шоколадка которую мне бабушка подарила на новый год люблю милку особенно вот такую вкусная шоколадка суп который ты видел наверное ты смотришь фунтбанги био нова дня снова суп с чечевицей кускусом и кино если не видел но если не смотришь значит вот только сейчас видишь его можно купить на вайберис вот такой суп просто вот на паузу нажмете на под фото скриншотик сделаете на вайберис глянете я не помню почему и вот этот суп можно сделать и как бы суп и можно делать как гарнир очень густой как сука гарнир я вообще не представляю потому что он ну супер густой практически суп пюре только что вот мелкими такими фракциями и он короче говоря как бы очень острый он для диеты такой диетический я не знаю какая там супер такая диета ну конечно специи они ускоряют метаболизм но пищеварение то все острый вкусный новый фри я больше такой спасибо типа но не надо меня тут семена они конечно еще не закончились но пакетик есть это семена тыквы очищенные сорта я их покупала чисто для своего масла пресса масло вкусно выходит и по вкусу эти семена как они маленькие такие зернышки я покупала до этого другую какую-то семена тыквы чисто на пожрать они не очень были эти маленькие зелененькие напоминают обычные семена тыквы из садовой там тыквы какой-нибудь огородный вот это я забыла показать и на обзоре подарков на новый год в смысле забыла сказать мне у меня были не только конфетки шоколадка но еще вот такая вкусная штучка мне ее тоже подарила бабушка говорит покупала в красно-белом как-нибудь мимо буду проходить за гайду в общем тут был вафельный рожок шоколадом и такими штучками как нам дэмсик очень мне понравились вкусная штука и шоколад достойный рыба которую я показывала в своем обзоре еды своей маленькой закупки там рыба рыба еще что-то было речь вроде хорошая рыба на ней суп очень вкусный нажористый получается нам с кошкой понравилось я ее и запекала и варила и суп на ней варила но меня не было на тот момент с лимоном но я помню первый раз когда мне родственник гостей именно такой рыбой именно такого в этом пакетике я делала с лимоном было очень вкусно сейчас у меня есть лимона нет рыбы вот магните покупала за 300 с чем-то по скидке мне еще один чай закончился кубанки они в принципе с хоть дича практически ходить 1 поля ягоды только вот тут хоть дитя у меня был чисто палочки а этот и палочки листики но он тоже какой-то слегка пережаренный я там еще один пакетик есть и вот оба пакетика они пережаренные хотя принципе в одно время практически покупала и они просроченные на год но ничего с ними не случилось и последняя у меня тут и съесть или выкинуть все 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 есть ничего не выкинуть все все съедобное это яда семян конопли от фирмы коноплептика коноплектика точнее я их покупала в большом количестве целый килограмм чтобы выжать масло масло получилось вкусно и жмых тоже очень хороший по вкусу и сами семена и жмых напоминают кедровые орехи я покупала от этой фирмы и в меньшем количестве ядра семян коноплей просто семена покупала чтоб какой-то урбеж сделать хорошая штука и кстати были свежие 24 августа прошлого года вот если ищете что-то для масло пресса то присмотритесь хорошая фирма качественно там очень малое количество пока попадалось а шкурок от самих семян ну в общем что зритель если ты что-то такое кушал можешь поделиться моим своим мнением в каменты если хочешь поддержать канал где-то будет облачко если досмотрел до конца 100 спасибо тебе если еще не подписался подпишись поставишь пожалуйста пояс кверху или книзу можешь нажать на колокольчик и включить уведомления тогда тебе будут приходить взяка моих новых видео ну и это пока